добрый день мы с вами находимся на 4 ежегодной конференции linux питер петербурге меня зовут василий толстой я член программного комитета конференции и сегодня рядом со мной александр конецки добрый день я думаю мы можем как настоящие красноглазые перейти на ты саша скорее просто я был доклад на этой конференции да про что я рассказывал достаточно интересные вещи про то как пользователи в современных клаудах могут использовать расширенный расширенную функциональность процессоров и материнских плат серверов на intel чипсетах как они могут выиграть за счет этих вот аппаратных фич дополнительную производительность который можно использовать для чего-то более другого в задачах которые обычно не используют это чем все но звучит замечательно ты прямо работаешь в интеле да я работаю в интернете ходишь в этом синим герметичным костюме я работаю в подразделении которое называется intel open source technology center это часть подразделения intel которая software services group мы занимаемся практически большинством проектов которые intel contributed open source в нашем подразделении есть люди которые занимаются например линукс ядром графикой коммуникациями и так далее и так далее я работаю в более мелком подразделение которое занимается cloud stakes то есть наша команда финляндии это кубернетис несколько команд в разных точках мира которые занимаются openstack или же edge вот недавно вот наша команда большая команда анонсировала такой продукт как starlink x это cloud для edge операторов как-то смог проговориться ты еще и работаешь да я работаю в на ней и живу в финляндии вот вот товарищи к чему надо стремиться работать в интеле фенляндии хотя не знаю надо ли стремится жителей фенляндия очень хорошая страна для жизни вот я там живу уже 14 лет 14 лет 14 лет и не тянет вот акклиматизировавшись к западному ведению дел не тянет переехать в какое-нибудь намоленное место между сан-франциско и чем-нибудь не менее стартапным абсолютно нет например что не штат это та страна в которую хорошо ездить туристом но не жить удивительно но нам повезло что хотя бы петербург недалеко и мы все к тебе видеть на этой конференции без особенного труда скажи пожалуйста вопрос общий за последний год в мире там общекомпьютерном опенсорс нам специфически линуксовском что случилось самое интересное хороший вопрос ну не обязательно брать узкие рамки может быть не забота я не знаю на самом деле происходит очень много всего как бы линукс очень хорошо развивается собственно комьюнити ядра меняется вот например недавние обсуждения как линус себя повел как он отошел немножко от комьюнити как грек делал релиз нового ядра то есть мы видим как комьюнити эволюционирует можно будет так так сказать с точки зрения технологий я вижу как бы потихонечку немножко уменьшение акцентов людей которые работали предыдущий на например на в имбидит направлении или же в айоти направлении как-то эта тема становится чуть чуть меньше востребована в то же самое время сильно возрастает интерес к машин лернинг клауд технологии микросервисы то есть как-то вот происходит трансформация как мы вообще мыслим и как мы вообще разрабатываем софтура это удивительно учитывая что по по-моему про клауд так это но натурально вторая волна да был такой buzzword лет 5-7 назад да потом потом вспыхнула интернет вещей и где-то там же машин лернинг это удивительно на каждый год имеется собственный знак как как зодиатор в этом году наверное ну вот например вот кубе татьяма программа над которой я работаю кубернетис большинство людей которые вот стояли в истоках кубернетис у них вообще таки есть такая поговорка если раньше все считали что я делаю решение серверно подразумевали linux у них цели и собственно цель это немножко получается сделать это если я делаю клаудный сервис это означает что я работу мой сервис деплоится на кубернетис вообще в чем-то это получается то есть популярность чисто непрофессионально смотря кругом на она безусловно растет а вот про собственно тема доклада это специфичный кенталу решение некоторые вещи были независимые то есть например так и такая технология поддержки как huge pages она присутствует на всех современных процессорах там технология распределения ворклода по по процессорам по по мэмори контроллером это опять же это это присутствует сейчас везде и intel и md и arm процессора и power pc у всех практически дизайн систем одинаковые многопроцессорные ту часть докладов которые я рассказывал про акселерейтора то есть джипе ю примерно одинаково что наши intel джипе ю что nvidia джипе ю немножко разница в библиотеках но принцип работы один и тот же fpg скорее всего принцип тот же то есть что у нас что у xilinx а примерно она одинаково разница немножко там в утилитах библиотеках производительности но принципы одинаковые один из акселераторов про которые я рассказывал киу эти intel quick access technology у него он немножко специфичные для нас то есть это либо же пися экспресс карточка с акселератором либо же это интегрировано в новое поколение серверов нам материнской плате на чипсете network процессов дополнительными это хардверная акселерация но те кто захочет больше узнать должны посмотреть конечно запись доклад а еще на самом деле почитать нашу документацию у нас достаточно много примеров как это можно использовать в вашем предложении но я спрошу чуть чайниковской стороны более общий вопрос посмотри контейнеры начинают поедать более напрямую специфические аппаратные ресурсы машины нет с другой стороны одна из одна из положительных свойств контейнеров концепции заключается во первых переносимости а во вторых в том что ты запускаешь их достаточно много и они все это ведет себя гностически относительно того какие другие контейнеры запущены но ведь если мы будем двигаться по пути выдачи им аппаратных ресурсов постепенно мы получим контейнеры которые хорошо работают только на конкретном железе причем только в нужном количестве один скушал этот аппаратный ресурс другой другой третье вот уцепились и сидят может это прокомментировать но опасение на самом деле немножко правильно да действительно основная диалоги разработки микро сервисов и вообще контейнер ависта applications это в том что оно должно быть аппаратно независимым но с другой стороны допустим нормальное облачное предложение она в себе содержит десятки если не сотни компонентов и вот тут уже начинается вопрос когда ты начинаешь оптимизировать приложение под какую-то определенную задачу тут уже возникает вопрос а можно ли что-то сделать быстрее то есть да ты знаешь что в твоем кластере будет например там 5-6 инстансов экземпляров конкретного ворклоуда но ты должен понимать что вот сюда я хочу получить максимальную производительность возьмем пример network операторы и собственно их edge cloud для них очень важная задача это то что например через базовую станцию сотового оператора проходит очень большой поток данных и нужно обрабатывать эти данные с минимальными задержками то есть что нужно нужно принять поток декодировать может быть что-то там поменять в пакетиках и отправить дальше если это все делается как бы hardware agnostic у вас получается лимит это то что там пропускная шина может пропустить плюс то что ваш процессор может пропустить как только при подошли к этой планке это означает что начинают прыгать задержка что как что это выглядит для пользователя пользователь мой мой фейсбук не открывается или еще что-то или там о тормозит видео и хватка котиков это трагично до для котиков это трагично то есть надо просто понимать то есть какой ворклоу требует каких-то оптимизация каких нет опять же мы можем говорить о каких-то более простых оптимизациях например использование современных векторных инструкций в процессорах для обычных приложений скорее всего это не приведет какой-то праву существенной производительности увеличение производительности если у тебя там допустим идет какая-то серьезно математическая вычислительная задача просто включив несколько флагов компилятора можно увеличить производительность там я не знаю 15 20 30 процентов да тебе надо это будет запускать на процессорах которые поддерживают эти инструкции но тут уже идет что важнее да конечно ты упомянула о изменениях комьюнити ну например когда появились в том что линус сказал что давайте вы как-нибудь сами пожалуйста если я такой некомфортный давайте вы как-нибудь сами немножко и так сказал он сказал я бы я подумаю как я себя веду на самом деле туда примерно конечно не мог сказать я обиделся и теперь вы сами разбираетесь но скажи просто как тебе кажется вот это движение она вообще во благо или это шум который мешает настоящим крепким пацанам писать крепкий код движение имеется ввиду какое ну вот давайте будем более-более милыми включим код вход за в контакт возможно более эксплицитные которые есть как-то сказать визуальное визуальное как яркое подтверждение потому что это движется как раз вот то что линус сказал что я подумаю то я себе веду вот это все на пользу или или просто параллельная активность я думаю что это это просто эволюция которая в долгой перспективе она все-таки пойдет на пользу почему потому что если посмотреть на более молодые проекты которые сейчас появляются в консорсе то есть практически никто не не спрашивает такие вещи а давайте мы не будем делать себя и сиди для моего проекта это уже стало данностью для новых проектов кодов кондакт становится такой же данностью то есть когда создается новая комьюнити уже все пришли к такой мысли что надо формализовать правила как это комьюнити живет linux комьюнити именно ядро она была в этом отношении на моем на мои по моему мнению немножко исключено из такой дискуссии потому что это одно из самых старых комьюнити я просто думаю что она эволюционирует и начинает приближаться более молодым продуктам и проектам и в связи с этим вопрос представь себе что это сложно но можно напрячься то ты молод прям совсем что ты уже уже программист но и ты обдумываешь житье и думаешь вот open source это прекрасно благородное дело интересные проекты но я когда с этим не имел дело хочу начать хочу реально участвовать какой бы ты порекомендовал выбрать или по каким принципам выбрать проект в котором начать участвовать но знаешь конкретно или знаешь волшебные принципы которые позволяет выбрать у них иконка синенькая никогда ну во первых как бы если ты молодой человек знаком с компьютерами пользуешься чего-то даже сам умеешь то есть очень большая вероятность что все-таки open source так хоть как-то но знаешь как пользователь как там слышал в институте ну да в школе и так далее а собственно как начать собственно чем строится вообще весь open source это это та ситуация когда ты начинаешь пользоваться какой-то вещью понимаешь что что-то работает не так как ты хочешь а дальше у тебя есть два пути путь первое это ты идешь читаешь документацию смотришь а вообще это также было за дизайн и чтобы так и снова использовалась или нет если по каким-то причинам документации нет или дизайна нет и так далее ты идешь и говоришь с людьми решит я хочу сделать вот так тебе объяснять что нет так мы не можем или может быть и можно так делать но никто это не написал дальше у тебя опять же есть два варианта первый вариант и делаешь багу или ищу каком-то еще трекере и лишь я хочу делать вот так и может быть кто-то сделает вариант 2 ну что ж открывай сам исходный код и прав чтобы она делала так как ты хочешь и насколько я знаю большинство людей приходило в комьюнити вот именно через такие же принципы то есть практически любой проект имеет баги или как это по-русски это называется расскажешь на любом items in to-do list то есть то что нужно сделать которые хорошо для новых контрибьюторов то есть человек который может взять там я не знаю поправить там опечатки в комментариях или там поправить где-то перевод на какой-то язык который пользователь знает то есть там минимальные патчики в парочку строк потом просто человек втягивается то есть он понимает процесс как свое изменение отправить в это комьюнити как получить фидбэк как как переделать если кому-то что-то не понравилось то есть человек получает именно те социальные скиллы как понять как вот это комьюнити работает и бывают очень хорошие результаты то есть у меня вот есть очень хороший пример в кубернете с комьюнити есть такой человек лукас он уже несколько лет подряд выигрывал приз за лучшего контрибьюторов комьюнити а что дают я не помню если там какие-то деньги но вот во первых как бы известность а известность это очень большая потому что комьюнити комьюнити уже огромная и она растет собственно почему я хотел рассказать о лукасе потому что это человек который я знаю в своих там 15-16 лет он решил завести кубернетис на raspberry pi на тот момент кубернетис был абсолютно не работоспособны ни на чем другом кроме стандартных серверов на intel intel или или md точно инталовской архитектуре то есть человек потратил достаточно много своего времени то чтобы сделать это рабочим на других платформах пока он это делал пофиксил кучу разных проблем в разной части кода своим 18 лет он получил статус аппрувера во многих кусках кода у него своя компания такая святочная история все уж совсем хорошо но вот есть такие вот молодые дарования которые просто в какой-то момент заинтересовались проектом и для него это сейчас выросла полноценную работу красота то есть как бы начать на нас то что поправить полочку в собственной ванной а дальше она пойдет отлично вот этим и займитесь коллеги спасибо большое спасибо